Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня мы будем делать обзор томатов с дегустацией. Это череповец, такой томат, и домашние сердца от Гансеровских. Как раз они растут рядышком. Часть томатов поспела, и мы можем продегустировать. Начнем с череповца. Череповец. О череповце пишут, что он детерминатный, ранний сорт, очень урожайный, сердцевидный. Просто подходит даже для новичков. Согласна. Посмотрите, какой он хороший. Я его частично посынковала. Хотя, пишут, посынковать не нужно. Забыла, призабыла. И посынковала. Когда опомнилась, надпомнили люди добрые, было уже поздно. Да, да, да. Он очень неплохой и в наше сложное лето урожайный. А детерминатный это не говорится о том, что он маленького роста. Просто он с ограниченной точкой роста. Он может завершковаться в любое время. Поэтому не торопимся посынковать. В общем-то, и не надо посынковать. Он сам себя завершкует. Что томаты крупные, вы видите. И урожайные. Сорт среднеранний. Фирму не знаю. Так как получилось именно от коллекционеров. И не спрашивайте у меня о фирме. Вот, посмотрите, до самого верха еще вяжет. Там помидорки зеленые. Но погода у нас стоит сейчас неплохая. Я думаю, что они успеют вырасти. Сегодня я все кардинально обрезала. Просто, не просто цветочки там завершковала. А целыми плетями срезала. Так как уже расти поздно. Ничего не вырастет. Это надо сформироваться плодам успеть. Налиться? Нет. Они уже не вырастут. Вот такую кучу я наобрезала. Рядышком вот домашние сердца от гонсеровских. Тоже неплохие. И индетерминатные. Высокие. Просто высоченные. Но я уже говорю, у меня в теплице все очень высокое. Вот такие. Там, конечно, вверху я особо помидор уже и не вижу. Вот здесь вот даже вижу, что сбросили цветочки наверху. В общем, потенциал огромный. Вот здесь тоже все сброшенные цветочки. Завязи, надо сказать. Если бы были все завязи и завязи помидорки, то здесь бы было, конечно, уйма. Ну, а так они неплохие. Домашние сердца от гонсеровских – это минусинский сорт. Когда-то он у меня был в коллекции. Просто закончились семена. То есть не когда-то было, а когда-то был на обзоре. Ну, подписчики добавляются, и никто не хочет искать какие-то там плейлисты. Просто все хотят все сейчас. И я вам вот именно сейчас и покажу тоже этот томат в разрезе. Даже сама попробую, я уже забыла и на вкус. Потому что несколько лет назад только его сажала. А сажаю сортов очень много. И поэтому сейчас все вспомним. Знаю точно, что он очень вкусный. Вот так, друзья. Друзья, это мой рабочий стол. И вот здесь мы будем работать. Все я подписала, чтобы, не дай боже, ничего не перепутать. Весы по нолям. И сейчас мы берем домашнее сердце от гонсеровских. 320 грамм. Вес неплохой. Но они могут быть очень крупными. Просто у меня такой вес. И маленькая помидорка 98 граммов. Значит, я так считаю. Округлю у меня, значит, от 100 грамм до 400, можно сказать. Вот такой он красавец на разрезе. Ну, семена есть. Я бы не сказала, что много. Мясистый, красивый. И вот разрез вдоль. Возле плодоножки совсем, ну, незначительная плотная белая ткань. А так он замечательный. Но очень вкусный. Просто как я люблю. Сладкий, с кислинкой, с небольшой. Замечательный на вкус. Ну, теперь взвешиваем череповец. 350 грамм. Тоже нормальный вес. Маленькая помидорка 78 граммов. В общем, считаю, что вес точно такой же, как у череповца. То есть у домашних сердец от Гансеровских. Разрезали поперек. Ну, на разрезе, конечно, он замечательный. Просто замечательный. Как арбуз. И вот на разрезе вдоль. Ну, тоже все точно так же, что череповец, что домашнее сердце от Гансеровских. А на разрезе они оба замечательные. Скушала я кусочек томатика. Никогда раньше я его не пробовала. Хочу сказать, что очень вкусный. Но кислинки в нем присутствуют чуть больше, чем у сердец от Гансеровских. Здесь они маленько посладше. Но кислинка не портит нисколько. Очень насыщенный вкус. Вкусные. Оба томата очень вкусные. До свидания, друзья. Оставайтесь со мной на канале. Впереди еще много-много обзоров с дегустацией. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...